приветик всем друзья привет из вены вы снова на канале денис кухта и я сейчас прямом эфире хотел бы показать вам немножко немножко праздника праздник который у нас уже проходит пару дней это рождественский базарчик рождественский базарчик который находится сразу на ратушной площади правда сейчас идет дождик и я спрятался очень классном месте под сводами мэрии вот сейчас я нахожусь друзья именно возле мэрии считается что у нашего мэра самая самая красивая самые красивые красивая резиденция самое красивое здание которое находится на кольцевой возле меня находится базарчик на рождественский базарчик вот он позади меня куда я бы хотел бы направиться и вам это все показать друзья в прямом эфире но из-за того что идет дождик надеюсь он сейчас закончится тогда я направлюсь и возможно покажу какие-то красивые ларечки также вот позади меня уже видно елочку привет маузи рад тебя здесь видеть позади меня елочка такая скромная елочка которая была привезена с федеральной земли фор альберг буквально где-то недельку наверно дней 10 назад здесь она стоит у нас привет паша привет от тебя видеть и скромная в том плане что здесь есть только пару пару лампочек которые украшают и вечером это все красиво смотрится но нету на елке никаких игрушек вообще нет никаких игрушек сейчас я пока что покажу вам наверное немножко ратушу ратушу снаружи и прогуляемся посмотрите какая красота друзья это есть знаменитая венская ратуша мэрия и прогуляться со мной прямом эфире друзья и посмотреть что здесь есть самом деле ратуша это конец 19 века постройки стиль необотика и здесь находятся кабинеты нашего мэра любимого мэра михаэля гойпеля который уже около 18 лет мэр представляете друзья и это партия социал социал демократов такая вот красота буквально я думаю через некоторое время в ратуша здесь будет возможность для детей выпекать здесь каждый год каждый год на рождество перед рождеством детки собираются выпекают разные там печенье разные сладости и это потом все приветик приветик и это потом все продается на базарчике или внутри или вот на базарчике тоже есть ларек от этого очень классно привет светлана у нас сегодня правда погодка не очень хорошая но ничего не поделаешь сейчас я переключусь друзья и покажу вам немножко рождественского базар чека в такую не очень комфортную погодку ну ничего не поделаешь снега нет но зато идет небольшой дождик и сейчас я пройдусь немножко покажу вам как выглядят рождественские ларечки с разными вкусняшками с горячим вином также с сувенирами и это все находится на ратушной площади так переключаем спасибо за лайки спасибо за лайки друзья вот так выглядит прямом эфире сейчас в эту секунду базарчик на ратушной площади людей еще очень мало потому что еще только обед еще рано вот елочка это скромная елочка про который рассказывал и также здесь находится знаменитая ратуша венская ратуша построечка конец 19 века стиль нео-готика базальчик этот считается самым центральным базаром самым основным и здесь можно купить все начиная от разных книг от разных сладостей все-все-все есть булочки здесь мясо все-все-все есть вот это мой любимый отдел я обожаю мясо поэтому сюда часто прихожу что-то купить какие-то сосиски какие-то колбаски разную нарезку ну так вот да еще идет дождик людей немного только обед и сегодня это мой сегодня это мой первый первый выезд на рождественский базар чик посмотреть каждый год он здесь проходит на этом месте друзья этот базарчик проходит уже около 35 40 лет именно на этом месте а до этого разные места менялись это было и в зимней резиденции это было и возле собора святого штефана самый центральный кафедральный собор вены и места разные менялись но в конце концов уточнили и утвердили место ратушной площади 70-х годов прошлого века вот здесь как раз проходят вот эти все рождественские базарчики на ратушной площади потому что здесь стоит елочка и и решили возле елочки организовать центральный центральный вот такой базар чик приветик приветик всем привет 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 москва москва на проводе вот такой базар друзья знаменитые печенье такие огромные пряники которые в первую очередь продаются как как сувенир их также можно и есть употреблять но продается как сувенир в подарок своим близким и родным любимой девушке или любимому парню поэтому у каждого свое приветик приветик михаэль рад тебя здесь видеть везде очень очень вкусно пахнет просто запах потрясающий потрясающий запах продается горячее вино вот в таких ларьках с красной вывеской везде продается горячее вино привет зальцбург у вас уже снежок ну круто у нас снега какая еще нет у нас еще дождик и такая погода не очень комфортная но рождественский базарчик открылся вот недавно буквально недавно пару дней назад и сегодня это мой первый первый такой выезд на рождественский базарчик и на самом деле я приехал сюда снять видео хорошее качественное видео но из-за того что погода не очень я решил это отложить и для вас просто зайти приветик милый для вас просто зайти в прямую трансляцию и показать как на самом деле выглядит рождественский базарчик в эту секунду и у вас есть возможность друзья сейчас со мной немножко прогуляться и посмотреть что здесь есть интересно еще раз переключусь на основную камеру смотрите какая красота вообще я просто в шоке как все красиво оформлено знаменитые вот эти шары которые есть если не ошибаюсь или седьмом или восьмом районе самые популярные магазинчик где их производят начиная 10 евро и заканчивая 30 евро стоят такие сувениры вот знаменитый штефан с дом друзья знаменитый штефан с дом также колесо самое старое мире в десантин вене продукции а перспективно а окей данке данке вот я спросил женщина на дует 17 районе вены делают оригинальные вот эти окей на миг байден в формальности постам к вот друзья взял брошюрки на всякий случай почитаю вот такая вот красота действительно очень очень красиво это все выглядит и это все делается у нас в семнадцатом районе 17 район вена шумангас 87 ладно направимся дальше направимся дальше что здесь у нас есть вот это также одно из моих самых любимых мест посмотрите какая красота начинает разных булочек разных тортиков пирожные спасибо маузи а я люблю вам показывать прямые трансляции не только прямые трансляции но на самом деле у меня сейчас все время было очень много экскурсии очень много заказов поэтому не было даже времени выйти в прямой эфир а сегодня я сегодня я решил как раз прогуляться немножко что-то вам показать интересное да 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 это все самые 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 настоящие калории которые надо сначала сначала все это употреблять а потом уже после рождественских базарчиков это все уже надо на фитнес на фитнес фитнес клубе все сжигать все калории смотрите друзья какая красота я очень рад что вы со мной спасибо большое друзья за лайки за ваши комментарии мне очень приятно мило пишет что уже слюнки текут да мило до приезжай вену здесь все только начинается и это все продлится до 16 00 24 декабря именно 24 декабря уже все после обеда закрывается и святой вечер и вот этот базарчик прекращает свое существование до следующего года смотрите еще какие сладости друзья это все из шоколада из фруктов суфи максу я уда максу шоколады куда бананы маленькие детишки хотят сразу сладости такие милые мне также нравится отдел где продают свечи ручной работы потрясающие работы вот такая вот красота друзья вот такая вот красота у нас вене сейчас опять начинается у меня сезон рождественских базарчиков и я друзья по мере свободного времени до постараюсь для вас максимально максимально посетить огромное количество максимальное количество таких базарчиков таких рождественских рыночков в разных местах вены и возможно я также направлюсь в баден теперь у меня даже в бадене есть еще знакомая которая проживает там и я думаю что она также с удовольствием не составит компанию выпить горячее вино пунчик и это будет классно поэтому я постараюсь по максимуму все показать все верно да 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 вот вот так вот здесь какая система первую очередь здесь продают конечно же еду до еда в первую очередь это в приоритете здесь и потом уже идут сувениры первую очередь придут сюда приходит сюда выпить горячее вино пиво пиво вот и получается так что горячее вино которое называется по-немецки глю вайн по-английски глитвейн оно самое популярное на таких базар чеках на таких рынках кстати очень много русскоговорящих туристов очень много спасибо елена я очень рад что вам нравятся мои видео запах потрясающий просто запах мандаринки какие-то травы перец запах просто бомба друзья и много очень очень много туристов это радует всех первую очередь это конечно же наверное думаю немцы американцы англичане французы потом уже идут там украина из-за того что они получили безвиз сейчас из украины очень очень много туристов и также у меня побольше работы есть россия уже казахстан это тоже радует казахи тоже уже приезжает открыли для себя замечательную страну замечательный город и это это радует ну и так же куда же без тель-авива друзья тель-авив это тоже знаменитый городок который который также сюда присылает нам в толпы туристов и много-много разных туристов так ну что покажу вам еще интересное местечко где делают фотографии для детей посмотрите какая красота просто супер вот здесь можно сделать фотографию и возле елочки друзья здесь можно делать фотографии делают фотографии из типа ты такой невинный маленький ангел да и сейчас наверное я друзья даже покажу какой я ангел да на самом деле я тоже ангелочек смотрите как красиво вот нравится вам вот так вот это все выглядит прикольно вообще да вот я далеко не ангел но я стараюсь жить правильно не грешить сильно не грешить и самое главное надо наслаждаться жизнью друзья спасибо мораль откуда ты меня смотришь интересно с какого города с какой страны здесь также можно сделать потрясающие фотографии рождественские фотографии смотрите друзья вот сюда можно залезть выбрать себе с фотошопить разные фотографии и потом вот такие вот классные фоточки получается получается сейчас я покажу вам вот такие вот милые фотки это все получается здесь при помощи такого автомата и фотографии стоят всего лишь 3 евро всего лишь 3 евро продают шарики для детей мораль пишет что она приехала из монголии вену молодец молодец наверное учиться вот мой друг стоит кстати сейчас я познакомлю вот мой друг который также продает шарики вся вас коллега двигается их махи стрим вот видите встретил даже своего знакомого который в летнее время работает 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 в знаменитом гундерт вассер хаус это дом знаменитого художника и архитектора гундерт вассер а в зимнее время у него постоянные другие есть локации и одна из этих локаций кто-то мне уже машет рукой одна из этих локаций друзья это как раз здесь продавать вот эти воздушные шары для детей вот смотрите друзья все замечательно видите всем нравится стрим сейчас их махи стрим а фьюту я масса а вот это муранское стекло их мага со фруссича я это муранское муранское стекло кстати который из саус-венедик вода есть мурана из а не кайна и сэль и но а спей а вот я был в этом году друзья венеции и посещал фабрику и фау диза фабрик мурана мурана фабрики и вот он продается это муранское стекло и прайзи зинтабжектор а вот смотрите друзья сейчас я переключу я в youtube махи стрим до сис лайф альзо дизейн дихица супая смотрите друзья от 2 евро 50 центов начинается вот эти маленькие ангелочки с муранского стекла смотрите какая красота он тоси достойство бодил гифе вас коса доски от 20 к 20 евро вот эта елочка-то самая дорогая а посмотрите как круто да парни из италии продают муранское стекло то есть из муранского стекла разные сувениры и до системы пюнстик фильм их свои функции кикман лепьи или кресик ассия кидаи асс гривен асс кидаи с гаоскорская продукция я пока не кавкар на фе кавкар и я уже плавал из ла злоркали за комплект и комплект и комплект и комплект и на мостернбиси я супа кидаи кидая кориа кидая кидая коза и она Да, вот такая, друзья, красота. И вот видите, да, вот продает парень из Италии, муранские, муранские сувенирчики из этого стекла. Классно. Окей, дамки, да? Чао. Это где? Чао, Ютуб. Чао. Вот. Смотрите, друзья, только я стал проводить стрим, да, и у меня появились новые знакомые из Италии, которые продают стекло и вот эти все сувениры. Ладно. Пройдемся еще пару минут, пока я, друзья, окончательно не замерз. Но я надеюсь, что вам нравится такой стрим, живой стрим, прямая трансляция в эту секунду, чем я занимаюсь и как я провожу сегодня свой единственный полу-полу-свободный день, потому что с утра я уже работал, я отработал с утра, и сейчас в свободное время приехал сюда быстренько на базарчик. Вот Елена пишет, что у нас все красиво, у них только в Москве в декабре будет начинаться путешествие в Рождество, и она также надеется, что будет очень-очень красиво. Ну, на самом деле, конечно, это должно быть красиво, это должно быть такое чувство, чувство праздника, да, что действительно хоть раз в год ты должен, каждый, каждый должен себя почувствовать каким-то таким ребенком, да, наивным ребенком, и просто окунуться в эту сказку, в эти рождественские праздники, и это замечательно, я считаю, что это действительно очень-очень классно. Я тоже обожаю Рождество, я постоянно посещаю, в первую очередь, вот этот базарчик, а потом мой второй, как вы думаете, друзья, какой второй базарчик у меня любимый после Ратушного базара? Кто? Кто узнает, кто догадается? Всем нравится, я очень рад, Мила, Маузи, Елена, все, кто меня смотрит, что вам нравится этот базарчик. Я обязательно как-то сниму видео, я даже вот, смотрите, взял сегодня свою камеру, профессиональную камеру, на которую я снимаю свои влоги, да, то есть я действительно готовился, но когда я сюда приехал, пошел дождик. Вот камера, вот камера, и на эту камеру Canon Legri Mini X я снимаю полностью все свои влоги. и увидела с Машей из мультика Маша Медведь. Ну, возможно, есть и такие шарики, да, я не замечал, да. Поэтому ничего, на следующий раз обязательно, когда я приеду сюда, надеюсь, дождя не будет, будет еще больше толпы, и я приеду, наверное, под вечер, так, чтобы снять уже профессиональное видео в лучшем качестве для вас, друзья. А пока, пока еще веду прямую трансляцию пару минут, потому что действительно достаточно прохладно. Ну что, не знаете, да, вы и так и не догадались, какой у меня второй рождественский мой любимый базарчик. Дождь еще больше пошел, надо куда-то укрыться. Это Шонбрюн, друзья, это Шонбрюн, потому что действительно в Шонбрюне получается у меня лучший-лучший базарчик там. Так, я сейчас укроюсь, укроюсь сюда, наверное. Так, Маузи меня еще смотрит, нет, Маузи? Вот я укрылся немножко, потому что начался дождик. И вот, вот он базарчик и также ратуша. Знаменитая венская ратуша, друзья. Здание настолько красивое, настолько воздушное, что это надо увидеть вживую обязательно. А здесь продают знаменитый пунч в Ювайне. Цены у нас статуют от 4 евро. И все. А, все 4 евро стоит. Стандартная цена. 4 евро. Также есть детский пунч. Называется по-немецки Kinderpunch. Он также здесь есть. И его цена 3 евро. Он безалкогольный, можно его пить постоянно. Даже за рулем. И его цена идет 3 евро. Стандартный пунч 4 евро. Плюс, там, наверное, залог за кружечку, наверное, 3 евро. То есть, которые вам потом вернут денежку, когда вы вернете эту кружку. Ладно. Дождя опять уже нет. Что у нас здесь еще есть интересное? Ну, я так думаю, самое основное я вам показал, друзья. Я прошелся по всему базарчику. Практически познакомился с итальянцем. И увидел своего коллегу с Гундертвассера. Здесь есть еда на любой вкус. На любой вкус. Все есть. Начиная от классных, в таких огромных булках, как батонах, круглых. Это суп, супчик. Возможно, есть и борщ. Не знаю, но борща нет. А вот есть тыквенный суп, кремовый. Потом помидорный, томатный кремный суп. Вот этот суп вот здесь продается. И цена супа получается 6 евро. Вот здесь разный суп. И вот такие вот булочки, которые наливают супчик. Субчик, я думаю, что ты сейчас очень, очень, очень дик. Мила пишет вниз купи себе вкусняшку, а на самом деле вкусняшку я могу себе купить любую, но я уже перед этим покупал, я уже перед этим выпил кунч, чтобы согреться. Но как-то сейчас нет у меня желания ничего покупать, а базарчик, кстати, да, базарчик работает, ярмарка работает, если не ошибаюсь, до 10 часов вечера. Вот еще могу показать интересный стенд из горячего шоколада. 5 евро стоит это удовольствие, и разные фрукты. Вот горячий шоколад. Горячий шоколад и мясо. Горячим шоколадом заливаются вот разные фрукты. Это очень, конечно, я думаю вкусно, ну и очень-очень полезно. Здесь сушеные есть, также фрукты разные. Да, все верно, Вена действительно прекрасна в любую погоду, поэтому... Все, все здесь хорошо. Ну, ладно, друзья, наверное, буду я заканчивать свою прямую трансляцию, которая получилась полчасика. Нет, еще не заканчиваю, еще пару минут. Покажу вам, что у нас даже сейчас в это время, когда Рождество, уже есть залитые дорожки льдом, и можно кататься, можно кататься на коньках, друзья, это просто потрясающе. В парке в центре Вены можно кататься на коньках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 3.50 на целый день стоит 7.50 С 10 утра до 10 часов вечера Для детей 5.50 7.50 на целый день, для детей 5.50 Залог за карточку 2 евро, потом тебе 2 евро этих возвращают И на целый сезон, посмотрите, как круто, на целый сезон 120 евро стоит 120 евро друзья на целый сезон это просто потрясающе это это просто лайк и это просто действительно круто 120 евро также 7 евро стоит если взять коньки на прокат семьи 7 евро стоит на целый день и все вот так вот такие цены как красиво сделали ратушу рад хаус таком шаре вот шар это лед буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось то что я вам сегодня показал немножечко сделал для вас небольшой праздник в это воскресенье надеюсь я еще сюда приду не однократно с камерой и для вас это все покажу поэтому если что друзья следите за моими видео кто не подписался на мой канал подписывайтесь кто пожелает экскурсию вене или по австрии заказывайте у меня я все сделаю на высшем уровне покажу все самое интересное все самое лучшее до новых встреч друзья желаю всем только самого позитивного настроения и до новых встреч пока друзья пока хороших выходных